Всем привет! В этом видео поговорим о том, что акции российских компаний будут продаваться только в России и только в рублях. Российские издания Интерфакс и РБК сообщили, что 1 апреля депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, подготовленный правительством России и направленный на поддержку российского фондового рынка. Данный законопроект, среди прочего, предусматривает запрет на размещение или организацию обращения за пределами России акций российских компаний на зарубежных биржевых площадках. Запрет коснется компаний, зарегистрированных в России, при этом на компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, иначе говоря о фшорах, но работающие в России, такие как Яндекс и Х5 Ритейл Групп, зарегистрированные в Нидерландах, либо Тинькофф, зарегистрированные на Кипре, данный запрет не распространяется. При этом на все компании, работающие в России, включая те, которые зарегистрированы в офшорах, распространяется другой запрет, касающийся выплаты дивидендов. Теперь дивиденды будут выплачиваться только владельцам рублевых акций, полученных в России. Иными словами, иностранные инвесторы, которые ранее купили акции российских компаний на зарубежных фондовых площадках, дивиденды теперь получать не будут. Для того, чтобы их получить, необходимо зарубежным инвесторам зарегистрироваться на российской фондовой бирже. Теперь акции российских компаний будут торговаться только в России и только в рублях. Один из инициаторов законопроекта, министр экономического развития Максим Решетников, пояснил, что сейчас акции крупнейших российских компаний, таких как Газпром, Роснефть, Сбербанк, можно купить за границей. Иностранные покупатели российских акций могли отдавать в залог приобретенные акции российских компаний западным банкам, которые выпускали под эти акции депозитарные расписки. Эти депозитарные расписки, фактически удостоверяющие факт собственности на акции, свободно продавали за границей, так же, как и акции в любой валюте. При этом на фоне введения санкций против российских компаний, цена депозитарных расписок на лондонской бирже оказалась существенно ниже цены эквивалентной ей акции, которую можно было бы купить на российском фондовом рынке. В результате цена акции Газпрома на российской бирже оказалась существенно выше цены эквивалентной ей депозитарной расписки на бирже в Лондоне. Это привело к существенному падению курса акций российских компаний за рубежом в целом и оказало давление на снижение курса этих акций и на нашем фондовом рынке. С момента принятия нового законопроекта такая ситуация станет невозможной. Иностранные владельцы депозитарных расписок теперь получат эквивалентное количество российских акций, а больше купить акции наших компаний за границей будет невозможно.